Да, дубль 2. Добрый вечер, друзья. Все, мы разобрались с трансляцией. Тема сегодняшнего дня у нас материализация мыслеобраза. Такие события, которые происходят на ровном месте, да, и хочешь, не хочешь, да, ты начинаешь это знать, в это верить и этим пользоваться. Да. Начну такой небольшой выход из-за печки. Ну, назовем эту материализацию, наверное, как нарды. Потому что благодаря нардам я очень сильно удивился. Выход из-за печки будет такой, что как я решил научиться играть в нарды. У нас есть наш общий друг Константин, который построил на Тихой пирамиду. Пришел я Константину в гости, и он меня решил научить играть в нарды. Ну, так как я немного научился, думаю, ну, надо будет как-то продолжать эту тему. Ну, что ж, стал играть в компьютер, с компьютером какие-то азы получить. Даже купил себе вот такие. Маленькие нардюшечки. Да, маленькие нардюшечки, там игра шахматы, нарды, шашки. Вот, ну, в один прекрасный момент я понял, что как-то все-таки надо большие, что ли, нарды. Подумал я об этом, и... Человек большой, хочется большие нарды. Да, чтобы большому человеку... Большие пальцы, маленькие нардюшечки. Да. И вот происходит, спустя некоторое время, происходит некое событие совершенно на ровном месте. Я даже и не подозревал, что это может все происходить. Сейчас, секунду. У меня дарят вот такие вот огромные, красивые, тяжелые... Для большого человека большие нарды. Вот эти вот огромные, большие, красивые нарды. Вообще, на ровном месте это все материализовалось. Я оказался в шоке. Я очень сильно возрадовался тому, что... Так можно. Да, что так можно. Я совершенно уже и забыл про это, да. А что, так можно? Да, так можно. Оказывается, так можно. Потому что, благодаря нардам, произошла такая напоминалка того, что действительно, так можно. А читайте методичку трансферфинга, да, реальность. Ну, да, это все описано в книге трансферфинг реальности. И вот сейчас хотелось бы поговорить еще на какую тему, да, то есть есть там описано, что такое соединение души и разума, когда душа с разумом объединяются в каком-то стремлении, в намерении что-то получить, когда мозг не против и душа не против. И вот наступает этот момент, ну, происходит материализация того, чего ты хочешь. Ну, обычно это бывает как... Когда ты чего-то сильно хочешь или желаешь, так, уберу. Так, ну, вообще, как вот события, сколько пришлось принять доз волшебных или так вот на трезвяку все случилось? Это... Как это, какие нюансы какие там были? А? Может быть, нюансы кроются? Да нет, все просто, да? Просто я повизуализировал, потому что, ну, где-то в голове я представил себе, что все-таки как-то нужны какие-то большие все-таки нарды, потому что я получил кайф от этой мысли просто-напросто реально, да, то есть, ну, как всегда, я отпустил эту мысль. Вот интересно вот... И вот... А это был день особенный или не особенный? Нет, обычный, да, обычный рядовой день. Вот, хотел бы вот уточнить, как бы, может быть, там что-то можно накопать, очень важное, которое сейчас не просекаем. Вдруг там что-то еще было или какой-то дополнительный ресурс, который ты получил от чего-нибудь, нет? Ничего не попинаешь? Нет, специальную литературу не читал, медитировать не медитировал, не знаю там. Затем взаимодействовал в этот день, может быть, слишком, очень хорошо подружился, либо с Крептом очень хорошо поругался, энергетики где-то получил какой-то дополнительный, нет? Да нет, мы как-то все на ровном месте. И хорошо от пола вжался несколько раз? Нет, нет, обычный рядовой день. Обычный рядовой день? Да, обычный рядовой день, который, в принципе, и должен был что-то даже... Не давал намеков. А книжку давно читал? Книжку я читал очень давно, периодически ее пролистываю, потому что компьютерная версия есть. Последний раз когда листал? Ну, может быть, вот после. А после? А до этого не листал? Ну, до этого чуть-чуть листал. Чуть-чуть? Да, чуть-чуть листал, потому что, сами знаете, есть волшебное место. Для меня это волшебное место, извините, туалет, где в свое время пришло понимание того, что со мной происходит и почему это со мной происходит, ну, те или иные жизненные события в этом волшебном месте. А вообще, вот напомни зрителям про книжку. Там какая основная мысль, какая проходит, вот основная мысль, какая там основная центральная идея? Ну, основная центральная идея, это... Может, наши зрители не все читали книжку, но ты ее рекомендуешь почитывать? Нет, да, я рекомендую, потому что это книга, которая описывает простым, понятным советским языком, это, знаете, я называю книжки для дураков, где все разложено и разжевано, то есть без умных слов лишних, да, то есть и без какой-то особенной, не знаю, мистической, загадочной терминологии. Все это дело описано, ну, описывается, да, то есть как самостоятельно отвечать на все вопросы, не прибегая к каким-то источникам. Ну, опять же, да, то есть материализация. Что такое материализация? То есть тоже простым, понятным языком это все описано. Вот, ну, скажу так, трассерфинг, это не какое-то учение, да, то есть это там не религиозное направление, не течение, это в большей степени это просто название, описание. Как самостоятельно научиться отвечать на все вопросы? Ну, вообще, когда ты прочитал эту книжку, ты помнишь, какой ты получил в результате эмоциональное ощущение? Поближе микрофончик. Какие-то телесные переживания, какие-то вспомнить можешь? Что как помнила на тебя книжка? Или это было слишком давно, и ты не помнишь? Нет, вообще, с этой книжкой удивительные вещи происходили. Она лежала очень долго у меня в офисе, у компьютера. Лежала, 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 лежала. Ну, а так как, ну, решил ее почитать, как всегда. Наконец-то. Я решил ее почитать вообще, узнать, как бы, полистать, ну, что-то. Ну, и забрал ее домой, положил в волшебное место, чтобы на досуге читать. И после пару посещений волшебного места, ну, в принципе, меня ошарашило просто-напросто. Решился, наконец, озарение. Произошло озарение, и ты решился. Да, произошло озарение, как бы, нет, когда я ее прочитал, для меня очень много встало на свои места. То есть я понял, почему со мной происходили те или иные события. Я понял, где я завышал важность, так называемую, по отношению, там, к себе, к событиям, к, не знаю, к людям, к тем или иным местам. И очень благодаря этой книге просто все встало на свои места. Еще раз повторюсь, и мне стало все ясно. Появилась ясность. Да, появилась такая ясность. То есть книжка, по сути, волшебным образом, она каким-то образом тебе, наверное, в общем-то, расширила картину мира, да? Да. Расширила картину мира и убрала из твоих каких-то уголков твоего ума какую-то систему убеждений. То есть каждая система убеждений, она тебя, человека, загоняет в рамки, правильно? Да. Он живет в рамках вот этой тюрьмы и не позволяет себе каких-то, какое-то движение свободы, мягкости. Он живет не в страхе, а тут его книжка своим вот этим посылом, да, вот этого кайфа жизни раздвинула рамки. И в результате раздвинула рамки, появляются дополнительные возможности, открываются. Да, получается так, да. То есть мы подходим, по сути, к расшифрованию, основе сути книги, да, что книга, он до шума счета снимает ограничивающую систему. Убеждений. Да, совершенно. Человек становится более свободный, и у него он может воспользоваться своими ресурсами. Вот. Так, Юра, слышно хорошо? Все отлично. Отплатка технологии. Да. Первый раз. Ну, ничего. Так, ну вот на чем мы остановились, да? Мы остановились на том, что, как бы, основной массе человечества мешает система ограничивающих убеждений, которая его, все его возможные ресурсы, она блокирует и не позволяет ему раскрыть весь свой потенциал. Поэтому для этого нужны определенные какие-то, в общем-то, информация, определенные подходы, техники, которые позволяют, в общем-то, убрать эти системы ограничивающих убеждений. Ну, тем самым, вот эта книжка как раз, она и является одним из тех ресурсов возможных, которая позволила, вот, для тебя, например, как раз воспользоваться этой возможностью. Ну, тем более, могу что еще добавить про эту книгу, да, то есть люди, ну, скажем так, те, кто искатели, да, ну, ищут какую-то информацию, какие-то ответы на свои вопросы, ну, наверняка слышали, может быть, давным-давно вот эта книжка появилась, вот про материализацию мыслеобраза, как она называется, да, я помню, там, американцы книжку выпустили, как, секрет, вот, секрет. Да, скажем так, я тоже был знаком с этим секретом, также я, как любознательный человек, проверил на практике очень много вещей, и они работают, вот, они работают не потому, что они там называются там как-то, да, то есть каким-то словом, они просто работают, хоть как-то их не назови, потому что были чудесные вещи, да, такие, опять же, помню, давным-давно, вот это Долохов и Гурангов, два, таких веселых мужичка написали книжку, да, то есть про материализацию, и я испытал, это действительно работает, здесь не поспоришь, потому что проверено на себе очень сильно все это. Да, то есть эти мужички, видимо, каким-то методом разделили свою систему ограничивающих убеждений, в результате это им дало возможность написать эту книжку. Да. То ли они какой-то, кактуса какого-то съели, да, как там Кастанеда Юр, да? А, вот, они что делали, они, получается, назвали эту систему Симарон, ну, то есть просмеивание той или иной ситуации, ну, и там еще некоторые какие-то элементы для материализации сделали, некоторые как, внедрили, да, и получилась эта книжка, которая, в принципе, ну, тоже работает, тоже помогает. А вот тоже методика, получается, еще одна. Да, ну, а транссерфик, он, в принципе, такой более углубленный такой вариант всего этого, потому что там просто описано, вот, как и что. Для попасов. Да. В том числе. То есть там не промахнешься, там поймешь, тем более, когда начинаешь наблюдать, действительно, ну, за тем, что происходит, да, то есть происходит в мире людей, да, то есть когда... И ты видишь, и ты понимаешь, то есть ты со стороны уже можешь сказать, почему у того или иного человека, ну, допустим, жизненная засада, или наоборот, как бы, да, то есть все идет по плану, все идет как надо. То есть помогает людям перешагнуть через их страхи. Да. То есть человек себе напрягнулся всякого, огромного количества всяких страхов, комплексов, что-то ему гнушили родители в детстве, что-то там гнушили близкие или друзья. Когда человек на этом застрял, или как оно там, допустим, произошло событие, да, какое-то, раз он себе записал, что это опасное событие, опасное действие, через некоторое время эта ситуация повторилась, например, да, он уже все, вот уже второй раз это событие произошло, уже все, нельзя. Ну и так далее, дальше, и каждая следующая ситуация, он уже привык на эту ситуацию наматывать следующее событие, и в результате получился большой клубок вот этих страхов, и все, человек попал... В ловушку, да. Вот там, все, он оттуда мыслить уже не может. Тем более, наверняка, те, кто знаком с трансерфингом, да, то есть есть такой термин маятники, ну, скажем так, энергоинформационные, скажем так, так называемые сущности, да, и я... Вот мы смотрим сериалы, как бы, да, те же самые, вот, ну, когда люди сгорают на той же самой работе, да, то есть отдают себя всего какому-то делу, забывая про собственное счастье, забывая, там, про... Ну, много достаточно таких ситуаций, да, то есть человек сгорел на работе, да, лишился, там, жены, ребенка, там, все это на грани развода, да, ну, все это... Все это, всю свою энергию отдал маятнику, ну, в данном случае имеется в виду, там, маятнику, там, той или иной рабочей структуре, той структуре, да, или какой-то системе. Получается, он потерял какой-то баланс и улетел в какую-то крайность, да, крайность, крайность, получается, что крайность, это как раз, может быть, способ избегания чего-то там, опять же, то есть, почему он отдался в работу с головой? Ну, видимо, потому что у него, может быть, какие-то проблемы были дома, он не хотел их решать, и он методом того избегания, как бы, забыться в работе, ну, и вот он там и оказался. Ну, вот опять же, Олег, да, что касается нас, вот так сложилось, что мы, уважаемые телезрители, познакомились совершенно так вот неожиданно, да, экспромт. Произошел. Спонтанно. Да, и опять же, вот тебе материализация мыслеобраза такая замечательная, да, то есть, то, что мы в данном случае сейчас объединяем общие усилия, вот, ну, мы мечтали о неком творческом пространстве, где можно реализовать какие-то проекты. И вот, пожалуйста, да, то есть, вот эта материализация, она тоже произошла, по большому счету. То есть, главное, чтобы не побояться, да, опять же, не побояться, не базариться, что там, а, это там, я занят, и так далее, и так далее. То есть, как бы, надо использовать возможности, появились возможности, надо их использовать. То есть, у нас появились возможности, мы их используем. Юра, возьми, пожалуйста, телефон. Это Путин, Путин звонит. Да, да, что ему звонить, у него выходной сегодня, у него сегодня выходной. Вот. Ну, по большому счету, здесь, опять же, если брать эту материализацию, с Путиным сбился. Если брать ту же самую материализацию, да, опять же, состояние комфорта. Вот, я очень рад тому, что наше общение, оно проходит в ненапряжных таких... Это называется, войти в поток. Да, без напряжения. В потоковое состояние, потоковое состояние. Происходит тогда, когда человек теряет, не теряет, а временно забывает о связи с своим выдуманным я, воображаемым я под названием эго. Такой маленький-маленький ублюдочек, который живет в каждом человеке, и он мешает, он создает все страхи. А тут, когда в потоке ты от него остегиваешься, ты, в общем-то, творишь. Да. Потому что, на самом деле, вот это ощущение комфортного общения, оно не у всех есть, к большому сожалению. Это забытые, на самом деле, для многих людей ощущения. И приходится общаться с большим количеством людей. И я бы не сказал, что с кем-то мне комфортно общаться. Нет тут этого чувства внутреннего комфорта. Но я с такими людьми и не общаюсь. Комфорт мешает людям общаться именно с системой ограничивающих убеждений. Когда человек придумывает себе, что это нельзя, это нельзя, это нельзя, и он все время пытается контролировать свои действия, он перестает быть естественным, и он все время себя держит в каком-то придуманном образе. Все должно быть под контролем. Да, он занят не общением, он занят контролем. А когда он занят контролем, он не может открыть в сердце свое потоку и собеседнику. Поэтому, друзья, вот такие вот удивительные вещи происходят в этом мире. Что касается транссерфинга реальности, то есть все-таки я человек, который проэкспериментировал очень много, очень, как сказать, много в разных ситуациях, и все это действительно работает почему-то. Это не описывается законами физики, законами математики, ни чем, оно берет и работает. Ну, от этого, как бы, как правильно-то сказать, от этого, что от этого... Да, и бог с ним, как говорится, самое главное, что вот эти люди, которые живут в потоке, да, они в каком-то смысле своей энергией могут, в общем-то, поделиться и помочь, как бы, вылезти из вот этого капкана. Поэтому рекомендация, ищите людей в потоке, с кем вы общаетесь с такими людьми, то вам и будет. Всегда можете к нам обращаться, мы где-то поможем, где-то подскажем, где-то наведем на нужную мысль, ну, на какую-то интересную идею. Мы, кстати, вот совершенно скоро здесь проект рожаем. У нас будет проект, один из проектов, как выйти замуж или как найти мужчину, или как встретить женщину. Это будет очень интересный проект, ну, естественно, мы о нем вам сообщим, потому что это работает, это уже тоже проверено, есть результаты определенные, есть статистика, скажем так, опыт, наработанный тоже годами, потому что мы вспоминали вот эти все истории, которые происходили по жизни. То одна подруга, вторая, там, третья, с одним и тем же вопросом, и все у них получалось. Потому что это, ну, уже могу сказать, мы крутые в этом, в этой теме мы крутые. Да, поэтому... Олег, что бы ты хотел еще обсудить такого, кроме материализации? Ты вообще, как тебе мои мысли про материализацию? Материзацию? Нет, ну, материализацию что-то могу дополнить, как бы... С одной стороны, как бы это утопически выглядит, да, вот кто-то чего-то подумал, да, раз оно материализовалось. А по большому счету происходят чудеса всякие во Вселенной. И, может быть, как это, есть теория такая, да, что вот этот мир, он создан одномоментно. Раз, и появился этот мир. Да. Со всеми его событиями. Как вот большой-большой диск, на который ты ставишь датчик и смотришь вот этот фильм про нашу жизнь. Вот. Диск этот, этот датчик перемещается по этому диску Вселенной. И мы вот наблюдаем то, что мы наблюдаем. Получается, там абсолютно есть все. И, в принципе, у тебя есть возможность при определенных обстоятельствах просчитать, а что произойдет через некоторое время движение этого датчика. Все же уже случилось одномоментно. Ну да. То есть время – это как бы условная концепция. На самом деле времени не существует, а существует только движение вот этого взора. Тот, кто смотрит, наблюдателя. Ну, этот дубляд может раз посмотреть немножечко вперед и там увидеть некое событие. А потом в результате приходит мысль, как отклик. И ты, по сути, твои слова, они оказываются... Как там убога в ухе. Как и поговорок, когда твои слова... Это не произошло от тебя. На самом деле это уже давно все произошло. Просто тебе удалось заглянуть в эту щелочку чуть-чуть раньше других. И это случилось. Ну, что касается времени, да, и материализации, опять же, вернемся к этому вопросу, уже проверено на самом деле, что не нужно загадывать время, потому что чем больше думаешь об этом времени, тем меньше все это дело материализуется. То есть создается очень большой такой потенциал важности. Вот я загадал уже, прошла неделя, а этого нету, да. То есть и всеми фибрами души человек мешает сам себе реализовывать, материализовывать. И тут как раз, получается, возникает эта ситуация с тем маленьким эгом, которое всегда чего-то хочет и подпрыгивает. Типа хочу, 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 хочу. Но хотеть можно, хотеть не вредно. Оно всегда чего-то хочет, всегда чем-то недовольно. То есть, ну, интересно, очень важно наблюдать за своим вот этим эгом с одной стороны, а с другой стороны важно видеть голос души. Да. Есть голос души и голос эго. Вот. И вот как бы именно суть человека в своей жизни как раз научается. Ну, в большинстве случаев он научается, но некоторым, конечно, это не удается, по этой обстоятельствам. Но в целом задача основная задача человека научиться слушать свой голос души и уметь его различать от голоса эго. Переключать внимание. В чём принципиальная разница голос в душе от голоса эго? Как их различить между собой? Голос эго, в нём обязательно присутствует какая-то выгода и меркантильность. Он всегда чьё-то хочет выхарить. Голос души, в нём идёт приятие, прощение, в нём идёт любовь и как бы безусловная отдача. То есть он там меркантильность вообще не попахивает никак. То есть вот как бы так вот. Поэтому задача человека научиться, можно сказать, ежеминутно даже наблюдать, быть в осознанности и смотреть, чем занята твоя сейчас голова, о чём она размышляет. Она размышляет с точки зрения голоса души или она размышляет с точки зрения голоса эго? И вот это очень важно этому всё время тренироваться, нарабатывать этот навык. Да, но этот навык, он ещё нарабатывается как? Что есть состояние же у души, то есть комфортное, дискомфортное. Через этот фильтр, допустим, то же самое занятие чем-нибудь или общение с кем-нибудь, неважно. То есть душа даёт знать об этом. Потому что, да, то есть либо комфортно, либо дискомфортно. Когда появляется вот этот дискомфорт, это говорит о том, что проснулось эго, появился запах вот этого дискомфорта, и вот тут как раз полезно разобраться с вот этим дискомфортом. Как он появился, почему он появился. Это как раз сигнал. Ребята, изучайте вопрос. Причина появления дискомфорта. Почему нет приятия того, что происходит? Вот всё, что происходит, всё происходит по законам Бога. Всё, что происходит, значит, должно произойти, по большому счёту. То есть оно же произошло. Вот всё, что происходит, оно же произошло. Оно же произошло по законам Вселенной, которые создал Всевышняя Сила. Если оно произошло по законам Вселенной, следовательно, всё произошло так, как должно быть. И если ты это не принимаешь, то, следовательно, ты не принимаешь эту Всевышнюю Силу. Правильно? Да. Логично, да. То есть ты как бы, получается, против Бога. Так вот разберись, почему у тебя это есть неприятие, почему ты этого не принимаешь. Как и так? Да, да. Поэтому тренируйтесь, будьте бдительны, будьте в осознанности. Да. Есть как раз духовная практика. Да, уметь научиться слышать себя и чувствовать себя. Это очень... И различать вот этого маленького ублюдочка, который всё время пытается что-то где-то выхарить. Ну, о чём ещё поговорить? Потому что я поделился радостью материализацию. Ждём следующую. Да, ждём следующую. Потому что действительно... Зимой побольше. Да, ещё больше. Ну, не представляю. Потому что несут нарды, да? Ещё больше. Ну, может быть, и нарды, может быть, ещё поинтереснее. Ну, это так. Ну, это надо подумать просто хорошо. Просто действительно уже как... Ну, в жизненной бытие, суете, там, как бы забываешь про такие волшебные вещи, а здесь всё-таки твой мир, ну, тебе напоминает, что эти вещи всё-таки есть. Вот, как ни крути, и очень хорошо это вспомнить. Я аж очень, ну, как говорил, взбодрился очень сильно. От этого. Не, ну, получается, что надо, как бы, понимая эти механизмы, что существуют какие-то системы, ограничивающие убеждения, прежде всего, которые мешают тебе, в общем-то, жить полноценно. Поэтому надо позволить себе помечтать, ну, такую мечту, какую-то, ну, настоящую, серьёзную мечту, ну, серьёзный какой-то проект придумать, увидеть свой образ в этом проекте, чего ты хочешь, кем ты хочешь быть, понять, какую ты роль там играешь, да, вот, понять, как, чему ты должен научиться дополнительно, чтобы реализовать эту роль. То есть навыки, умения, знания какие-то. Увидеть свои ограничения, которые мешают тебе. Да. И найти способ либо самому справиться с этими ограничивающими убеждениями, либо найти людей, которые тебе помогут растворить эти системы убеждений, которые тебе мешают жить. Поэтому надо быть смелее и идти к своей, вот, какой, мечте, которую вот надо смело прогенерить. Вот у нас есть ещё наш друг и мой технический помощник Юра. Юра, и ты хочешь поумничать и сказать этому миру что-то такое хорошее, что спасло бы сразу с первого слова. Весь мир сделался лучше. Юра скромничает. Юра там увлёкся компьютером, он там что-то ковыряет, какую-то деталь выковыривает оттуда. Так, давай, наверное, будем потихоньку завершать. Ну, давай. Чудесную вещь. Так, в итоге, ребята, также напоминаю вам, что у нас сейчас есть все технические возможности для того, чтобы проводить трансляции, снимать какие-то вещи, уроки, занятия, и так далее, и так далее. То есть, это творческое пространство, вы всегда можете к нам обращаться и, соответственно, что-то с этим придумаем. Есть профессиональный видеооператор, режиссёр, ну, и весь антураж, весь реквизит, это, ну, дело техники, всё зависит от задач. Поэтому ваши уроки, ваши лекции и ваши послания человечеству можно вывести на новый качественный уровень. Пишите отзывы, отзывы, как у нас получился наш первый запуск. Пишите отзывы. Нам интересно обратить связь, да? Нам интересно обратить связь. Пишите комментарии, не знаю, спрашивайте, всегда что-то поможем сделать, ответить, как-то. И вывести на транссёрфинг реальности помочь. Ну да, это так. Ну, всё, спасибо. Юра, выключай. Рады были, что нас послушали, посмотрели. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова